Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня я наконец-то собралась с мыслями и решила записать для вас видео о том, как получить вид на жительство и гражданство в Аргентине. Меня очень удивляют в соцсетях такие мнения, что в Аргентине можно получить вид на жительство только на основании рантье или на основании родить ребенка. Это для меня вообще шок, потому что я всегда считала, что детей надо рожать тогда, когда ты хочешь родить ребенка, а не для того, чтобы получить документы в какой-либо стране, уж тем более в Аргентине. Потому что в Аргентине есть 15 способов, как получить вид на жительство и изучив их все, каждый из вас может выбрать тот способ, который подходит именно для вас. Я неоднократно везде писала и говорила о том, что в моей группе на фейсбуке, группа, которая называется Аргентина по-русски, в закрепленных публикациях уже несколько месяцев телепается публикация, правда на испанском языке, но это выписка из миграционного закона Аргентины о всех этих 15 способах, на основании которого можно получить вид на жительство в Аргентине. Но при этом продолжаю постоянно читать мнение людей, что в Аргентине очень трудно получить ВНЖ. Я не знаю, откуда бытует это мнение. Видать, от тех помогал, которые просто не знают, как на других видах получения ВНЖ заработать деньги. Поэтому вот внушает всем, что только родить и рантье, хотя это неправда. Также вон там вот внизу, для тех, кто не любит меня слушать, есть такие, которые через силу напрягаясь слушают меня, можете почитать. Я сделаю ссылочку на один из моих сайтов, где я тоже давно уже перевела на русский язык и опубликовала статью, где описаны все 15 способов о том, как можно получить вид на жительство в Аргентине. И прочитав это, вы тоже можете выбрать наиболее подходящий для вас способ. А я вам расскажу сегодня о том, как получить вид на жительство на основании запроса беженства в Аргентине. Кстати, сейчас ноябрь, следующее мое видео будет о том, как получить вид на жительство на основании учебы. Почему? Ну, потому что ноябрь это как раз время, когда в Аргентине подают заявление для поступления в университет, потому что учебный год в Аргентине, как во всех странах Южной Америки, он начинается в марте месяце. И ноябрь-декабрь это как раз время для подачи документов. Кстати, обучение практически во всех университетах Буэнос-Айреса, в большинстве университетов, оно бесплатное. Поэтому следующее мое видео будет именно об этом. Кстати, это тот тоже способ, который не ограничивается возрастом. Почему-то некоторые считают, что по учебе это для молодых. Нет, это для абсолютно любого возраста. Но сегодня поговорим о беженстве. Так как ситуация сейчас во многих странах постсоветского пространства достаточно такая трешевая. Люди уезжают по абсолютно разным причинам. И эти причины я в этом видео обсуждать не буду. Единственное, что хочу сказать, что запросить вид на жительство по беженству могут жители абсолютно любой страны. Почему-то некоторые считают, что это только для жителей Украины. Нет, абсолютно независимо от того, какая у вас страна исхода, вы можете запросить беженства. Потому что основания для беженства могут быть абсолютно разные. И это не только беженство от военных действий. Беженство может быть, например, на основании ущемления ваших прав, например, по религиозной теме. Ущемление прав сексуальных меньшинств. Могут быть основания гуманитарные. Их на самом деле очень много. Я не буду говорить обо всех, чтобы не стать поводом для того, чтобы, ой, вот это мне, я вот это вот выберу, сейчас что-нибудь придумаю. Вот чисто из этических целей я не буду называть все причины, по которым вы можете запросить политическое или гуманитарное убежище. Потому что если вы на самом деле по каким-либо причинам не можете жить полноценной жизнью в той стране проживания, где вы сейчас находитесь, то вы эти причины знаете сами прекрасно. Это должны быть веские причины, на основании которых вы должны убедить государство Аргентины, что вы нуждаетесь в убежище. И вот если вы чувствуете, что у вас такие причины есть, если вы ущемляетесь в стране проживания на данный момент по каким-либо причинам, вы сами это знаете. И на основании этого вы можете запросить убежище. Именно поэтому я не хочу быть источником информации, чтобы вы что-то придумали и начали обманывать государство. Именно поэтому я не перечисляю все причины. Как подготовиться? Ну, дело в том, что беженство, оно на то и беженство, что вы бежите, роняя тапки, и подготовиться к беженству невозможно. Поэтому документов никаких для этого заранее готовить не надо. Это тоже у меня бывает часто задаваемый вопрос, какие подготовить документы перед тем, как покинуть страну. Вот если вы покидаете страну по причине ущемления каких-либо ваших прав или ввиду ведения военного положения и так далее, то кроме загранпаспорта, который позволит вам покинуть территорию вашей страны и в дальнейшем сесть на самолет, других документов вам не понадобится, если вы будете подаваться по беженству. Когда вы прилетаете уже или пребываете каким-либо другим способом в Аргентину, да, и хотите запросить беженство, что вам для этого нужно? Нужно вам зайти на сайт миграционной службы, найти необходимые кнопочки и колонки и заполнить. Предварительно вы должны написать свою историю, которую вы будете отправлять, эту историю, в миграционную службу. История может быть написана как на испанском, так и на английском языке. Это, наверное, единственный случай, когда вам в Аргентине может помочь английский язык. Заполняете и ждете, когда вам назначают время встречи в миграционной службе. И в первый же день посещения миграционной службы вам дают документ, на основании которого вы можете быть, так можно сказать, полноправным членом аргентинского общества. Вы можете жить, работать и учиться, имея вот эту вот первоначальную прикарию, которую вам выдадут. И ждать, когда вам придет сообщение, когда вам назначат собеседование, чтобы уже дальше работать с вашими документами. Вам могут долго не назначать собеседование, вам могут просто продлять вашу прикарию. И некоторых это напрягает. Я, например, не понимаю, почему это напрягает людей. Я видела здесь вот одного, например, турова, там, я не знаю, пару десятков уже было этих штампов о продлении его прикарией. Штампы делают раз в три месяца. То есть там, ну, как минимум год или полтора, может даже и два. Он уже ждет этого собеседования. При этом работает, живет как полноценный член аргентинского общества. Поэтому, если с вами вдруг такое случилось, то вас это абсолютно не должно напрягать. И, наверное, на сегодня у меня все, что касается вида нажительства по беженству. Да, то есть вы здесь только сами можете определиться, подходит ваша история для получения запроса беженства в стране или нет. Ну и на этом у меня все. В следующих выпусках я буду рассказывать о других способах, как получить вид на жительство и гражданство Аргентины. Поэтому, чтобы не пропустить мои выпуски, вон там вот внизу подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых выпусках. Ну и также смотрите мои выпуски о путешествиях по Аргентине. Они у меня будут в перемешку. На этом у меня сегодня все. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами была ваша Елена Вивас. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok